Я, на самом деле, не знаю, как будет выглядеть нас полностью курс, но у меня есть свои собственные цели и чего я хочу добиться от вас. И они, наверное, есть у вас, чего вы хотели бы добиться от меня. Я сначала возвышу пару своих целей, они-то будут меняться, добавляться. А потом слышу еще и выходить. Значит, у меня в школе, как это сказать, в университете было по базе 4 баллов. Это был четвертый курс, и я вышел с курса в таком понимании, что... Ну, я толком не мог писать запросы, на самом деле, и как-то вроде... Семестра мы что-то делали, у меня будет автомат, значит, только главным автоматом, но я ничего не понял. Действительность. Может быть, так всегда происходит, в принципе, да, то есть после любого курса мы выходим, как бы, да, и понимаем, что, блин, ну, норм. Двинулись дальше, это скоро закрыли, и то, иду хорошо. Но, наверное, существует ситуация, когда все-таки после какого-то курса мы какую-то базу себе закладываем. Курс про базу данных — это основополагающий, на самом деле, курс в любом виде. Если вообще, в принципе, подобный про наше обучение, да, вот так, я могу рисовать, я вообще буду мелом рисовать. Смотри, когда в последний раз есть мелом. То есть, если вот так взять нашу обознание какую-то, вот написано, что это школа. И вот это вот такое, значит, нас учат там всему, да, биологию, литературу, то есть вообще всему классу. И вам половина там из этого не пригодится. Ладно, половина, надо считать, что она вот здесь прокричивается. Большая часть не пригодится. Но это важно, потому что это формирует нашу отличность и так и тому подобное. Потом вы приходите в университет, в какую-то специальность, и вас учат еще там, не знаю, вот всему. Большая математика, дискретная математика, там, не знаю, программирование на джаву, комплект-ориентирование программирования на курс на джаву, курс на базы данных, там, и вообще все. Тогда еще шпи-мейл рассказывать, там, не знаю, еще еще один, там, про теорию оптимизации, там, и так далее. Это тоже много. Потом вы приходите на работу, ну, вам это точно там, скорее всего, не понадобится, но это, как бы, вот это, это, как бы, такой домик, да, то есть такие кирпички, на самом деле. То есть мы вот так вот и будем снять. А это, не знаю, какой-нибудь курс из биологии. А это из географии. География еще, может, понадобится. Геология неприятная. И на работе вам нужно вот это. Но через какое-то время вы начинаете вот это знать лучше, чем вообще все, что остальное. И в этом, как бы, есть смысл. Но это не значит, что это бесполезно, да, и, возможно, я вам буду закрывать сегодня вот это. А вы будете писать на стимуле. И не знаю, не хочу ничего прочитать не плохо. Ни чем-нибудь другое, и он вам не будет нужен. Но с другой стороны, если у вас нет базы какой-то основной, то вам все будет делать не очень удобно, да. Поэтому моя задача это заложить именно вам какое-то базовое понимание, зачем нужны вообще базы данных. Тем более сейчас, что небольшая компания, то пишет свою, но... И эта область довольно быстро развивается. Поэтому даже наш курс будет разделен на две части. Первую часть будет рассказывать вам я. Сами, здрасте. А вторую будет рассказывать мой коллега. Я вам буду рассказывать про NoSQL, база. А я вам рассказываю про самые добрые Relational Database, еще называемые FBD, где как-нибудь еще могут их обозвать. Итак, про цели вам... А, вторая, это первая цель, да, чтобы заложить вам какие-то правильные базовые основы, на которых вы потом уже можете наложить уже что-то свое конкретное, да, и решая там любую вашу задачу, вы понимаете базовый принцип. Потому что все на этом грузится, только на базовый принцип. Вторая моя цель, это чтобы это было, по крайней мере, плюс-минус интересно. Потому что, если предмет неинтересен, то, скорее всего, он никому не нужен, да. Мы его там пропускаем, забиваем, изучаем и в конечном итоге не знаем. Вот, мои две цели. Теперь пару правил на наше общение со мной. Значит, правило номер один. Можно говорить слово. Отлично. Отлично. Да, то есть можно задавать вопросы. Вопросы... Смысл жизни 42. Следующий вопрос. Да, можно задавать вопросы, можно меня даже, наверное, иногда перебивать, если это видно важно из контекста. И вообще я хочу, чтобы этот формат был на максимально близок к конструктивной беседе, да. То есть мы с вами здесь собрались для того, чтобы я вам рассказал про базу данных. И я от вас не очень сильно-то отличаюсь, кроме того, что я чуть больше знаю про них. И все. Моя цель заключается точно так же в том, чтобы вы мне что-нибудь интересное рассказали, и тогда для меня будет какой-то прок. Потому что в обратном смысле прок может быть для меня никакого. Кроме того, что я прихожу сюда и трачу свое время, силы, энергию, вкладываю, вас учу. Вы потом меня забываете через 15 минут, когда вы вышли. Еще кто-то, наверное, половина из вас посты говорит, что это было за хэштег «Курша и лекция в моей жизни». Вот. По этому сейчас мы начинаем играть по этим правилам. И первое, что я вас спрашиваю, какие ваши цели от этого курса? Все включились, я еще встану. Давайте. Кто-нибудь что-нибудь хотел вообще? Вы сюда пришли. Всегда хотите, чтобы осталось чему-то научило. Кто-нибудь сам что-нибудь хотел? Кроме того, чтобы его что-нибудь что-нибудь научить. От курса базы данных. От курса базы данных. Потому что мне это будет полезно. Я смогу тогда тебе помочь ответить на твой вопрос. Может быть не сегодня, но может быть завтра, а может быть никогда. Отлично, это точно такая же у меня цель. Еще. Проектировать. Хорошо. Я сломал. У тебя есть свое приложение? Это очень важно. Так, еще. Узнать что-нибудь от человека, который работает в данный момент с этим, профессионализирует что-то, что… А что-нибудь я тебе всегда могу рассказать. Давай, конкретизирую. Что именно? Про базу данных. Что-нибудь про базу данных. База данных – это такая штука, которая используется для хранения данных. Давай еще конкретнее. Что ты хочешь узнать? Что значит что-нибудь. Какие-нибудь важные штуки, которые в основах лежат, которые важны в работе. Что-нибудь интересное такое. Так, давай попробую перевести твой вопрос. Не как от преподавателя. Вот, хорошо. То есть, давайте еще раз парочку мыслей про меня. Я не особенно сильный теоретик. Это мой недостаток. Будем прямо говорить. Поэтому… Я не очень много буду обсуждать правила пояса года. Не знаю, нормальные формы. Но мы… А? Половина зала может выйти отсюда сразу. Законим. После этой акции. Но мы постараемся говорить… А почему так происходит? Потому что, я не говорю, у меня было 4 балла по базу данных. Я пришел устраиваться на работу. Устроился туда. Там была база данных. И потом вся моя дальнейшая жизнь была очень плотно с ними связана. И нормальные формы, и правила пояса года мне не пригодились. Нет, они нужны. Но они мне не пригодились. Вот. Но твой вопрос заключается в том, что ты хочешь фактических примеров. Наверное. Какой-то вот больше такого хадкора. Да, настоящего. Чтоб потом вышел и там… И вот. Отлично. Что еще? Да, можно спросить. Смотрите. Вы зашли сквей, нужно взять такую задачу. Ага. Значит… Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. У меня есть координаты. Много-много координат на чем-то. Мне нужно обойти и вывести в одну строчку циклом обход по периметру этих координат. То есть, чтобы все координаты были в периметре. Мы запомнили твою задачу. Мне экзамен. Меня очень просто найти в социальных сетях. Да, я бы стою сейчас. Можно запостить там что-нибудь, я напишу тебе. Но неправильное слово «цикл». Да? Потому что… Он есть. Он есть. По-любому. Он там есть, как-то он там… Можно канал 2 ему написать. Можно курс делать и пройти по этим самым. Ниже чем он там уже делать. Только мне это нельзя использовать. Правильно. Поэтому «цикл» неправильно скажешь. Вот. Вопросы конкретные по домашним заданиям будем рассматривать в приватном режиме за деньги. Правильно? Согласна? Да. Я готова рассматривать вопросы по домашним заданиям с кем угодно за деньги. Вот. Вот видите. Я тоже так готов. Так. Ещё в странице. Ну-ну-ну-ну. Чем я больше о вас узнаю, тем лучше. А, ещё. Когда говорите, представляйтесь. Любовь. Хочется? Андреевна. Любовь Андреевна. Я Сергей Сергеевич. Вот. Сергей Сергеевич. Отлично. Тебя я запомнил. Так. Ещё, ещё, ещё. Ну. Давайте, давайте, давайте. Включайся. Нужно включиться. Это не то, что вы должны здесь сидеть и слушать. Я вам ничего рассказывать такого не буду. Вы должны работать. Если вы будете сами работать, будете включаться, на этого будет толк. Не будете работать – не будет толк. Можете выйти отсюда. Никого толка не будет. Да. Игорь и все. Чего не приходит? Очень приятно. Отличный вопрос. Смотрите. Тебя интересует конкретно сейчас или вообще по жизни? Нет. Я представляю… Хорошо. Это более правильно. Я представляю компанию Mailer Group. Да. небезызвестный вам, наверное, проект «Одноклассники». И в проекте «Одноклассники» я работаю, я даже не знаю, в отделе статистики, которая также называется «Dating Warehouse», то есть кранилище данных. «Одноклассники». Мы занимаемся тем, что мы строим большие кранилища данных, которые принимают, обрабатывают все данные «Одноклассники», которые больше… ну и там какую-то значимую часть данных от Mailer Group тоже. Мы хотим их принять, работать с ними, что-то сделать или отдать. То есть я тот человек, который работает с данными прям вот сто процентов самовыденный. Это не всегда революционная база данных или уже чаще всего не революционная база данных. Но… Это зоно очень важно для нас, потому что зоно будет. Так, сейчас я выпью суть. Свою рабочую карьеру я начал в компании поменьше и дорос там до разных позиций. Большую часть времени я занимался оптимизацией SQL-запросов. Если вы напишете в гугле «Оптимизация SQL-запросов в Doctor House», вы, скорее всего, найдете в Майдерске. Вот так. Еще. Надо быть активнее, ребят. Ну ладно. Смотрите. Сейчас будет задача намного сложнее, чем первый раз загорел. А сейчас я буду спрашивать… Так, давайте так. Кто с первого курса? Поднимите руку. Отлично. Кто со второго курса? Отлично. Кто с третьего? С четвертого? С пятого? С шестого. Кто здесь вообще не учится? Ну давайте, Филипп, поднимите руку. Я тоже не учился. Не учился. Так. Ну, значит, основная часть, насколько я понял, у вас второй и третий курс. И у вас был курс по базам данных или нет? Да. Да. А вы с какого курса любите Андреевна? С третьего. Андреевна с какого курса? С третьего. И у вас сейчас будет курс? Ну, у нас начался год назад, и вот идет все еще. И закончится. Так бывает? То есть как бы пересдаете просто? Нет, мы совершенствуемся совершенно. Третье семестр. Третье семестр. Второе семестр. Третье семестр. Третье семестр. Третье семестр. Это прям, да. Я могу вступать в конфликт с вашими преподавателями. Не рисуньте, пожалуйста. Третье семестр. Да. Да. Вот. Значит, мой вопрос следующий. Сейчас, чтобы мы пришли к какому-то общему какому-то консенсусу, нам нужно понять, кто вообще что знает. Да. И как-то потом двигаться начать. Поэтому, кто знает, что такое MindMaps? Поднимите руку. Ребята, вы сегодня узнаете много нового. Вы сегодня, во-первых, узнаете, что такое MindMaps. В переводе карты разума по-русски, да? Попробуем выклицовать. Смотрите, я сейчас в центре. Ещё мне кое-то понадобится. Кто самый ответственный? Любовь Андреевна, у вас самый ответственный ответ? Вы посмотрите, я пошла не до полчаса позже, как обычно, за 5 минут. Отлично, а ваша подруга Александра Дмитриевна была очень ответственной? Да. Вы назначаетесь секретарем. Ваша задача будет следующая. Когда я не знаю, куда что-то нарисовать, вам нужно это записать. Всё, теперь играем. Теперь вы должны называть... Начнём с понятий каких-то, да? То есть, прям вот, больших понятий, которые связаны с тонкостью баз данных. Я слышу прям очень много... Смотрите, ребят, в русских вузах как мы привыкли учиться? Мы, значит, приходим на лекцию, садимся и готовы, чтобы полтора часа нас учили. Да? То есть, мы как бы расслабились и учителяли. Как бы максимум, что я сделал, я пришёл сюда не опоздал, да? Сегодня. И, в общем, это, в принципе, считается как достижение. Но не так. В принципе, это только необходимое, но недостаточное слово. И, значит, как это происходит? Когда человек выступает, даже выступает на конференциях, люди ведут себя точно так же. Потому что они привыкли, что в вузах им приходят, им рассказывают, как нужно жить. Я сейчас вам приду и расскажу, как нужно жить, да? Говорит вам человек, который выбирает хорошую математику, допустим. Но, допустим, за рубежом подход совершенно другой. То есть, когда люди приходят и что-то рассказывают, человек, который рассказывает, может сразу перебить и задать ему вопрос. Да? То есть, люди больше на дискуссию намерены, ну, нацелены. И в этом есть свой профит, так как какой-то обмен происходит. И чувствуешь зал там, и чувствуешь, кому рассказываешь. И это как бы интересно. Поэтому я вас всё время буду провоцировать. На то, чтобы вы мне что-нибудь делали. Пока раскачиваетесь, но я думаю, в конце курса вы поймёте, что так тоже можно жить. Но не нужно так вести себя на всех лекциях. Я на всех включу. Да, так, да. И правильнее время. Да, можно. Это неправильно, но можно. Я разрешаю. Давайте на что? Тридеры. Что? Тридеры. Это непонятие, поэтому записывайте. Данные. Данные. Ну, я даже не знаю. Данные-то слишком общие. Будет понятно, я связанный с базой данных. А? Случность. Хорошо, ладно. Давайте запишем случность куда-нибудь. Случность отношений. Случность отношений – это одно и то же вообще. Атрибут. Атрибут. Окей. Запишем сюда же. Что еще? Черт с вами тридеры. Запишем сюда. Я слышно попрошу вас. Но это пока все элементы схемы. Поэтому я их пишу в одно и то же место. А я хочу понятия услышать какие-нибудь. Прям вот глобальные какие-нибудь. Ну, те люди, которые учатся на пятом курсе сидят в центре. Я хочу помощи и от вас тоже. Давайте. И те люди, которые сейчас принимают курс 3dc-метров тоже должны мне помочь. Глобально непонятно. Ну да. СУБД – это просто другое название базы данных. Да? Это как бы непонятия. Ну, давайте я вам скажу. Целостность, допустим. Отлично. Транзакции, да? Напишу вот здесь то, что я сказал. Целость. Потом напишу вот сюда транзакции. Кто сказал? Ну, представьте. Михаил Николаевич. Я могу забывать. Ну, то есть я могу попросить представляться несколько раз, но мы бы на это обращать внимание. Транзакции. Еще. И вообще никто не умеет пользоваться гуглом. Да? Здесь вообще не понимаете. То есть все сидят у всех компы на столе. Никаких эмоций. Человек их спрашивает. Ничего не делает. Давайте. Включайтесь. Можете пользоваться компьютером, если ничего не можете найти в своей голове. Ну? Давай. Заброс. Отлично. Прям. Кто сказал? Елена Вячеславовна. Елена Вячеславовна. Вы наладите. Заброс. Еще что? Блок. А? Блок. Просто блок. Как вот в карате, да? Нет. Вячеславовне. Я не знаю, как это может носиться. Запишите пока. А? Ключ. Ключ неплохо. Это был прорыв практически. Еще. Кардеш. Это сложно пошло. Что там? Не знаю. Запишите пока. Кардеш. Не знаю, куда написать. Объект. 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 Ну ладно. Давайте запишем ее сюда. Хотя я хочу от вас какие-то подпонятия. Вы не всегда имеете за... А? Таблица. Будем называть ее сущностью. Будем называть ее отношения. Ну, давайте напишем. Как это там? У вас давно написали про таблицу я еще. Давайте я помогу еще. Если таблица называем, а вдруг колонна. Да? Да? Такой же запись. Хорошо. Запись. Хочете еще строчку написать? Давайте. Заставьте меня больше писать на доске. Что еще? Из полезного. Связь. Отношения. Одно и то же. Ничего страшного. Я переживу. Так, еще. Нет. Но. Как вас зовут? Игорь Алексеевич. Вы на правильном пути. Нужно только еще что-нибудь. Давайте еще. Ну-ну-ну. Давайте еще что-нибудь. Смело. Это кто сказал? Молодцом. И как? Я забыл. Елена Вячеслава. Мы сделаем вот так. Смело. Елена Вячеслава только что помогла нам нарисовать стрелочку. от деби сразу же. И от него мы нарисуем вот сюда стрелочку. И вот это вот так вот, знаете, как-нибудь красиво придет. Потому что это очень важно. Поднимай. Рисуем. Не очень хорошо. Так. И что? Мы будем подчеркивать, да. Что еще? Безопасность. Крутота. Еще. Корректирование. Не подходит. Надо надежность. Ну прям, да. Пошли. Производители. Производительность, да? Что еще помним из свойств? Давайте. Надежность. Ну это хорошо. Запишем точно так же. Производительность. Что еще тогда сюда? Распределенность. А? Распределенность. Так. Распределенность. А там ограниченность? Ограниченность, да. Ну это как-то человеку больше. Производительность, распределенность. Хорошо. Что такое распределенность? Что человек, который сказал, подразумевал? То, что данные не в одном месте лежат, распределены по многим машинам. Машинам. То есть я понял. Хорошо. Это по качеству. Это будем считать то же самое, что и распределенность, но правильное слово правильное. Мы что делим? Так, а как назовем это все? Давайте одно слово, которое вот это все нам... Нет. Неправильно. Свойства. Свойства близко. Давайте пока не придумаем круче слово. Характеристики. Характеристики интересны, наверное. Но есть еще, наверное, круче. Параметры нет. Но требования мне больше нравятся. Но свойства пока не понравились. Подчеркиваю, как просила... Любовь Андреевна. Любовь Андреевна. Так, и сюда. И это значит все. А может быть я ранее обвел. Так, что еще? Мы только вот, смотрите, мы только про схему проговорили, про свойства. Что тут про запросы. Ну а еще что? Что-нибудь еще забыли? Кратота, но я его уже написал. Ну а ты молодец. По крайней мере следишь за лекцией. Да. Супер. Как, ребята, это прям вот... Как вас зовут? Алена Витальевна. Можете мне поднимать руку в следующий раз? Так. Нормализация. Нормализация помогла нам. Так. Что еще? Ну давайте, давайте, давайте. Что там? Гуглы всех открыли. Раз. Отношения у нас были. Ну вот здесь где-то в схеме. Я давайте запишу еще раз. Что еще? Нет. Ну вторая попытка, да? Не то, чтобы у нас есть какие-то личные взаимосвязи, а? Есть запросы. Или не запросы. Вы задавали приложение. Личные свои проблемы сейчас. Нет. Нет. Давайте в терминах баз данных говорить. Там есть запросы. Ладно. Давайте тогда я буду так. Пока мы... Мы все еще помним про большие понятия. Я бы хотел, чтобы вы нарисовали... Чтоб мы как бы от базы данных нарисовали какие-то стрелки, да? Я на самом деле без понятия какие-то не получится. Ну так. Плюс-минус. Да? Ну и вот запросы. Дальше пойдем. Что мы знаем про транзакции? Начинаются и заканчиваются. Отлично. Блокируют данные. Отлично. Зачем они нужны? Как-то связаны эти понятия, да? Что значит? Так, ладно. С транзакциями не покатил пока. Не зашла транзакция, да? Про запросы что знаем? Какие бывают запросы? Это должны все знать. Кривированные или не кривированные? Нет. Простые сложные. Это я только что вошел в конфликт с кинкеткой подавателями чувствую. Потому что просто так ты не могла это сказать. Ну другое что-нибудь. Простые сложные. Правильно. Ну давайте что-нибудь кроме простого сложного. Еще более глобально подумаем. Бывают запросы на изменения. Да. Молодцы. На изменения, да? Они обычно называются... Как они обычно называются? Бывают data, notification, DMA. И второй? BDA. Определение. А вот, data definition, да? Да. Вот. Точнее. Плюсы нужно трогать. Так, здесь какие бывают? Ну всякие definition какие бывают. Ну ладно, это понятно официально со схемой в большей степени, да? С манипулятием. Да. Амбейт. Угу. Да. А, здесь идет. Амбейт. Вот так теории говорит нам? Нельзя не ставить теорию. Так, значит нас есть демизг. Ну все. Амбейт. 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 Тригеры были, с этого все началось, я просил это записать и вот даже здесь подчеркну, потому что это важно. Так, что еще мы знаем? Вот сюда же процедуры. Отлично, процедуры. Что еще? Да, представление о по-русски вью, да? Синомим. Отлично. Да, ну вот это важно было. Наконец-то кто-то сказал прониклиться. Так, что еще? Да, это важно. Это кто сказал? Я не знаю. Мне надо, чтобы кто-то записывал. Так, вот сюда вот. Что еще в транзакциях мы знаем? Там как-то... Как бывает, маленькие или что? Подсказывай. Не знаю. Так, вы в игру играете. Сначала там первый. Отлично. А уровень чего? Изоляция. Есть. Бывает, равные или не изоляция. Тоже связано напрямую с транзакциями. Так, что мы забыли? Есть еще какая-нибудь идея? Про проектирование ничего не сказали. Про проектирование ничего не сказали. Но мы написали слово нормализация. Про доступ. Про доступ. Мы написали слово безопасность. Безопасность и то же самое, что и доступ. Ошибки, что ли? Я согласен. Я с вами согласен. Про ошибки что-нибудь. Что у нас есть про ошибки? Не знаю, куда нарисовать. Но он, наверное, должен написать. Ошибки, да? Что еще? Уникальность данных. Уникальность. Хорошо. Ну, посмотрите. Вот здесь вот не хватает чего-то, что даст нам уникальность. В схеме есть ключи. Ключи есть. Есть. Ключ есть. Что еще? Ну, какие вы ключи? Ну, первичный, вторичный. Так. Еще у нас есть. Так. Еще у нас есть так называемые constraints. Оверничения. У нас такого нет. Он говорил. Да? Оверничения. Они могут быть иногда включая, а могут быть ограничения. Так. Так. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Я даю вам две минуты, чтобы все имелы дошли в поисковую систему и накидали еще и понятие, что мы это делаем. У нас еще добавите всякую доступность. Доступность у нас, доступность. Ну давайте будем считать это производительностью, да, какой-то? Ну хотя система, ну это, ну давайте запишем сюда тогда еще доступность, да? Да, мы салтарем. Хорошо. Лобаска хорошо. Салтарем. Ну то есть это все слишком теоретически. Модель и дам. Модель и дам. Ну это как салтарем, мне кажется, соотносится. Как-то вот это соотносится с этой миксы. Салтарем. Управление. 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 Нет. Это должен был сказать человек с пятого курса. Управление. Еще давай. У меня была одна диняка русская какая-то. Я забыл только что. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот смотрите, я вас когда, то есть я присутствовал на, вот это был новый этап, когда вы все попали сюда в этот кабинет. Уже не первый семестр здесь, но там, когда первый семестр только начинался, у вас был какой-то некий отбор. Я когда-то даже собеседовал. И там у вас была задачка очень сложная. Мы сейчас просто где-то там на низах крутимся. Там была задачка спроектировать идеальную, быструю архитектуру веб-приложителя. Когда-то так звучало. Точностью не было. И там все как один, когда я говорил, что вот знаешь, как будем оптимизировать базу данных. Они в первую очередь говорили, значит мы будем там, вот, вот. Кэшер на базу. Нет. Конечно, это, ну, нет. Нет. Вот допустим, как вот увеличить продолжительность база данных. Как сделать их несколько из одной? Допустим. Видите? Вы что все знаете? Нам это нужно куда-то записать, да? Ну давайте пока сюда запричем. Так. Кто-то нам пришел, кто-то знает правила игры. Правила игры такие. Мы называем все понятия, которые связаны с залазами данных. И пытаемся нарисовать их карту. И потом попытаемся придумать, что мы будем делать с этим в следующий курс. Шардинг. Еще что можно сделать? Шардинг это что такое? Это у вас есть одна большая база данных. Вы говорите, она слишком, она настолько большая, что к ней тяжело обращаться. Я вот возьму и разделю ее одну на несколько независимых кусочков. Должны сделать еще что-то. Репликация, репликация. Да. Или Александра Дмитрина. Круто так. Так. Есть шардинг. Шардинг. И есть репликация. 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 З. А у есть? Да. Или нет? Это зависит от моих грамм. Есть. Хорошо. Давайте дальше. Давай убрали. А сколько слов? С 8 много. Но тут уже немножко осталось. Ну в окно. Зефир. Кто это сказал? Да ты красавчик. Но нет. Давайте. Ну зе… Рыг. Не, как… Ха… Да. Но в свойствах базы это называется… Верканируем. Да. Верканируем. Да. Верканируем. Избыточность была хорошая, на самом деле, штука, да? К нормализации, я думаю, вот рядышком. Избыточность подпишу. Так, что говорит гугл еще? Контроль версии. Контроль версии. Это больше косвей, ну там, гиту, что-то вроде. Запрос был неправильно сформулирован. Ну, БРК, блин, это круто. Кто сказал? Круто, круто. Так, все знают, что такое БРК. Кто не знает, что такое БРК? Поднимать руки – это нормально. Отвечать, считая что-то не зная – это нормально. Это правильно. То есть, будем так говорить. Когда кто-то мне задает вопрос, и я говорю, я не знаю, этому человеку плюс два балла. Так что вы должны, как сказать, быть активированы, задавайте мне вопросы. Видимо, вопросы по цене. Да, потому что на другой вопрос я скажу, и я тебе не скажу. Это не то же самое. Так, БРК. Куда мы его запишем? БРК. Репликации не считаются? Репликации не считаются БРК. Это ответ. БРК. Ну, я не знаю. Давайте напишем его вот здесь. Ну, не знаю. БРК. 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 Это что-то вообще отдельное. БРК. БРК. Это не схожая мулетия с контролем версии? Все-таки рабочая система. То есть ты как бы настойчив, если ты минимум, да? Див. Я думаю, нет ответа на твой вопрос, мне кажется. Но контролем версии тоже можно по-разному думать. То есть есть, возможно, версионность строк базы данных. Имелось теперь не знаю. Версионность схем эти базы данных. Это важно. Версионность там кода. Но это все-таки чаще всего ближе к коду относится. Ну, то есть к коду, который сопровождает эту базу данных. Мне кажется, так. Так. Давайте так еще. Какие базы данных мы знаем? Версионные. 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 Отлично. Версионные. 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 Да, другой немножко принцип, но принцип типа то, что ты можешь там маленькую поставить, да, в этом смысле? Еще хуже, чем Access, да. Ну, я понял тебя. Хорошо. Ну, не буду записывать, но интересно. Еще какие бывают? Сетевые. Сетевые? Да. Было такое? Да. Так, как тебя зовут? Михаил Николаевич. Михаил Николаевич. И ты получаешь первое домашнее задание. В следующий раз нужно узнать, что такое сетевые базы! А я записываю, потому что я тебе верю. Но я не знаю. А если бы ты сказал, что такое сетевые базы данных, ты получил его плюс два, да? Объектные. Ориентированные. Объектные. Объектные. Ну хорошо. Объектные ариентиры. Да, есть такие. Объектные ариентированные. Объектные. Объектные ариентиры? Да. Так, еще что? Я знаю точно человек, здесь есть в зале, который знает еще один тип. Нет. Так, это хороший был заход. Многомерные. Их еще называют... Аллан, да? Многомерные. Смотрите, я тогда... Ладно, это как бы... Да, действительно отдельная база данных. Так, в общем, еще есть, это непонятно для меня слова, темпоральные. Ну, еще есть, конечно же... Они так называются... Ревендиционные, не ревендиционные. Они называются сами. NoSQL. Да, в слове NoSQL, там вообще про это есть целая, там как обычная байка. Как это правильно писать. Т.е. можно считать это типа как NoSQL, типа не SQL. Все что угодно, что не ревендиционное. А есть говорят, которые считают, что это NoSQL. Да, вот так вот. Так. Хорошо, с этой стороны мы тоже зашли. А теперь какие бывают... Ревендиционные база данных, которые вы звалили. Вот сюда выключим. Ну, так скажем, какие вендоры, какие производители. Ну... Давай, можно полагать. Окей. Еще. Музык. Хорошо, услышим. MySQL. Что еще? Хорошо. MySQL. Сервер. Аксесс? 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 Ну вот с таким наёздным Что ещё? Ну? Кто ещё? Что? Вербёнка 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 Интербейтс Это давно было Что ещё? Ну Ну Вот только что, да? Возникло в голове Я забыл Мне авиалиционный тоже вспомнил Пока авиалиционный Дебидвар Вот он так Кто автор Дебидвара? Объем Отлично И это будет Ещё что мы помним Я вот Чё-то не помню дальше Давайте Кто находит ещё одну Тому призывам Не призываю Так Так Чё никто? Сайда есть Ну это то же самое что Что у Майкросов Секунсер Мне кажется Они в руку Тернодатом Дебилизационный Возгонг Секунсер Аэро А дебиду буро? Да Да Ну Ну То есть мы вот сейчас взяли и все придумали что ли Я никогда не поверю Есть какие-то наши сейчас есть? Не будем их считать, да? Ну ладно Если так, то так Из ноу сиквела Знаете кинематику? Да Так У меня слично это кончаться Ну давайте вот здесь вот запишем Тоже очень важно Давай Монго Коуч Или Коуч Или Коуч Как прочитается? Я вот сюда не хочу А может отвергаться Хорошо, что ещё? Монго Коуч Кассандра Кассандра, отлично Да 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 Это самый Правильный ответ Для моего Знаете почему? Потому что Разрываем Правильный ответ Еще Еще Я могу на самом деле С ноу-сикловой базовой Там такая ситуация, что есть даже много Как это называется Сравнение Есть такой тест Что является названием динозавра А что является названием Ноу-сикл-баз И там есть совершенно много разных Ноу-сикл-баз Которые То есть они появляются каждый День Да Так Что-нибудь Давайте так Яндекс Какую ноу-сикл-базу придумали? Кто сказал? Да Михаил Ильич 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 Верхаус Отлично Если мы уже Придумали Гугл Что он сделал? Что придумал Гугл? Ну он Понятно У него там В каждом отделе Наверное по своей базе Да Ну что вот прям С чего он начал? Ребята У вас перед собой компьютер Да? То есть если вы из головы Ничего не можете достать Прямо берёте Гугл Биг Биг Да Хорошо Он начал Хадук Хотя Хадук Это open source Но он придумал Биг Тейбл первый Потом там Это всё начало развиваться Ну Хадук Хотелось бы чтоб он возьмёт Да? В принципе мы его записали Что у нас ещё есть Из большой корпорации? Ну каждая просто большая Каждая большая корпорация Она обязана иметь свои базы данных Либо она считает себя Принятой Хорошо Есть у неё в ВКонтакте? В ВКонтакте? В ВКонтакте Но ВКонтакте это моя группа Будем считать что у них по крайней мере таран Ага Хорошо Что у вас за мной есть? Я не знаю Facebook Парс Парс это Сервис мне кажется А? RockDB А? RockDB Оказалось это хостинг Но я не отрицаю То есть возможно только Я просто не слышу А? 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 Окей Это наушнику? Не будем куда-то записывать Ты уже сначала забрался тогда Потому что я не слышал Я не слышал Не использую Не использую Нет Хадук плохой Я понял Так Ну что-то маловато Что-то маловато Что-то маловато Как насчет Мэнг и шага? Знаете такое? Ну и Давайте уж тогда Обязайте Как это? Без задолжений Ну тогда уж и вреди запишем Если уж Вспомнил Так Еще что-нибудь у нас возникает? Эй Мэнг 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 Эйч бэйс Эйч бэйс Запишем Эйч бэйс Эйч бэйс А, вот Хороший вопрос Смотрите, сегодня лекция какая у нас? Вводные Вводные Правильно Поэтому мы пытаемся Вообще в принципе понять В чем знаем Баздах Да? А потом я расскажу Про что вы узнаете в этом курсе На основании того, что мы здесь рисовали И Возможно Я даже начну вам что-нибудь сегодня рассказывать Все будет зависеть от того Сколько шестей Сколько шестей Сколько мы уже потратили Сколько мы уже потратили За сколько мы потратили За сколько мы потратили Сейчас 50 минут Ну нормально Так Ну тогда Если кто-то уже начинает задавать запросы А зачем мне это все? Тогда Давайте попробуем понять Значит Что? Хорошо Так Значит Что Что вообще важнее всего? В базе гаммы И Реалитацион Я считаю Что это именно Вот этот вот кусок Вот С ним мы должны разобраться Это Кусок 1 Ограничение 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 Это Кусок 0-2 Который мы будем Разберем 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 Вот Это Как Кусок номер 3 Да Боятся На самом деле Никто не сказал Ни 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 Занятия За эти 8 Занятия Я должен быть уверен Что все Отсюда Выйдут Будут знать Все Отсюда И большую часть Отсюда Да То есть Они должны Выйти И писать Запросы Поэтому Будем писать Вместе Будем писать Я думаю Много Чуть-чуть Поговорим Про Транзакции Обязательно Что в наши темы Не входит Вот Это Репликация Зеркалирование Я могу Рассказать Но Это Не является моей целью Да Потому что Это Не является То есть Это базовое понятие Как бы Которые связаны С базами данных Но Они настолько Часто меняются Как бы И более того Они очень часто Зависит Именно Вот от этого стэка Где в такой базе Вы работаете Да Что если я вам скажу Для одной Вы потом придете И скажете Что это все Абсолютно Бэкапы Не будем трогать Хотя В принципе Мы можем поговорить Про Ну еще Так Объектно-ориентированные Базы данных Вот про вот это все Смотрите Насколько Я То есть Я вам расскажу Вот про это все А потом про человека Вы про это расскажете Так Теперь С чем я ими делаю Лучше всего я знаю Вот эту базу Вот по ней я знаю Практически Все технические Ну так Я работал С С С С С С С Ну это было Интербейс Но я не хочу в этом признаваться С С Поэтому если будут Домашки по С С Придется Что важно Смотрите Что важно Смотрите Очень хорошую базу Базовое понимание А На самом Так Хорошо Базовое понимание Но вам всегда нужно Знать Знать И любить Свою Родную базу Да С которой вы работаете Потому что Скорее всего Там есть 1500 разных настроек Не знаю Каких то там Параметров Которые Влияют На все Но вы всегда Всегда Должны Знать Как Селекты Связаны Со схемой И Прям Вот Must Have Вы Должны Понимать Что такое Индекс Зачем Он Больше Чем Либо Другим Из Эта Списка Так Поток Моих Мысли Закончился Пока А Может Я хотел Спросить Вот Что Я хотел Спросить Поднимите руки Кто Работал с Apple Я думал Что И теперь Должны Сеть Слева Будем Кусочками Кто Работал с MySQL Нормально Я понял Мы так и сели Или Это просто На пятом курсе Все работают С MySQL Уже Приходится С MySQL Отлично Есть Среди нас Passgress Почему Понимают Одни и те же люди Вы просто со всеми базами Перебирали Аксессом Это неплохо Можно в этом признаваться С DB2 Как все работает Блин DB2 На самом деле Я не работал с ней Честно Но она крутая Потому что Она Утверждается Она лучше всех Поддерживает Стандарт Ну тут Стандарт Сиклов Дает Несколько Но Они Дорогие И поэтому Frontaction Их почему Мы Практически Не пользуемся В реальности Как живет Весь мир Если Это большой Enterprise Что такое Enterprise Что такое Enterprise Вопрос Что такое Enterprise Отлично Почему Никто меня не спросил Когда я говорю Какое-то непонятное слово Первое Приводимое Предприятие Предприятие Что он означает В контексте Программного обеспечения Когда говорят Люди Работают в Enterprise Продолжение Промышленное Что это значит Лично Крупное Лично Сложное Коммерческое Да Повторяйте Если я говорю Непонятное слово Что нужно первое сделать? Загубление Это подход Как-то человека Который не полагается Иначе помощи Он решает свои проблемы сам Это нормальный подход Есть еще один Пока я здесь Можно спросить Да Нужно спросить Потому что Я тут 8 занятий 20 веду Уйду и все Мы за продруга забыли 95% Зачем А можно Я спросить Так Есть такое понятие Называется оно Крова на интерпайсе Да Что такое Никто не знает Крова на интерпайсе Отлично Я буду вам рассказывать Все то что В общем Все о чем говорят Но кто боится Будет говорить Да Есть банк Большой банк Американский Заем его банк Б Просто большой Он настолько большой Что работает уже лет 20 20 лет у него есть клиенты Транзакции не такие как в базе данных А денежные транзакции Есть там денежные потоки Кредиты Все это нужно И за этим стоит Все За этим все Стоит очень много Обслуживающего его кода Обычно Обычно Есть Ребята Довольно Умные Которые Либо в России Либо в Индии В России Умные В Индии Просто Которые Поддерживают Все это Большое Банковское Промышленное Как бы Да И вот эта Цолокупность Понятия Понятия Большого Чего-то Промышленного Приложения Называется Enterprise Обычно Это чаще всего Заказная Разработка В понимании Русских Заказная Небольшая Разработка Почему Кровавы Есть Догадки Хорошая Догадка Еще Везде Тогда Я не знаю Да Это так Если Тяжело Ставить Здоровье Уезжаешь Снять Значит Я буду Выступающим Человеком Который будет рекламировать Одноклассники Поэтому У нас На каждом этаже Есть Холодильник Раньше Людям Которые Работали на производстве На тяжелых производствах Выдавали молоко Как бы Да У нас есть Холодильник Там стоит молоко Если совсем тяжело Пришел на людях Но Кровавый Потому что Это всегда То есть Представьте себе Что то что вы делаете Не вы А вот Все Вместе Да Вы все сели И у вас Одна цель большая И вот Чтобы этот большой брат Большой банк Работал всегда Постоянно Без Падений И если есть падения То они чинились Очень быстро Очень качественно Да Если вы все вместе Начнете работать Допустим Даже если я вам сейчас скажу Идите и выкопите канал Это будет короче Духа полная То есть Извините пожалуйста Неорганизованно И очень тяжело И когда пройдет 10 лет И вы будете копать ту канал То она будет уже обрастать разными там Как бы Как бы Костылями Велосипедами И так далее Поэтому Поэтому Чините работать В этом приложении Довольно больно Да Потому что за ним всегда Деньги ставят Большой Это всегда Который финансовый проект Какой-то Оно всегда долго Разрабатывается То есть Там много очень старого Которого 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 Чаще всего Со словом Enterprise Городского Поэтому Так вот Это все долгое было отступление А на самом деле О чем я говорил О том Что если это Enterprise Мы терпойны что ты знаешь Это такое Большое приложение Для большой корпорации Которых много денег Она может себе позволить И она уже Скорее всего Долго на рынке То у них Либо Oracle Да Либо Oracle Стоит Либо НССК Все зависит от того Я сказал Если это Enterprise То это либо Oracle Либо НССК Чаще всего Конечно Я могу предположить Что есть Большой Enterprise Нет 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 Смотрите То есть Как работает Enterprise Бастер Большая корпорация К ним пришли люди из Microsoft И сказали Ребята на слушая базы Привели им презентацию Которые Большие стартапы Чаще всего Чаще всего Они стоят На MySQL Есть бесплатные версии И у Oracle И у MSSQL Хотя с какими-то ограничениями Они там тоже могут В зависимости Но MSSQL не любят В OpenStake Поэтому Стараются Называть этот слух Потому что MSSQL В недавнее время Вставал только на винду Это вообще себя Как плохо Что В принципе В этом еще Почеркиваю Что Я лучше всего На этом Почему? Потому что Потому что Если Это Google Яндекс Это Чаще всего Медоргрупп Медоргрупп Это скорее Продуктовый У тебя есть Собственный продукт Да? Большой Или много продуктов Да? Ты настолько крут Что Ты можешь себе Написать Собственный номер Да? Чаще всего Ну Дебюту Я думаю Кстати На самом деле В интерфайне Можно Вот С этим Разобрались Но Есть вопросы? Сделаем Первый Так Открытие Есть у нас Курс Про базу данных Сейчас На самом деле Это курс не про базу данных А в большей степени Про хранилище данных Потому что Ну Когда мы говорим База данных Чаще всего Люди Понимают Все таки Реликционные данные Так сложилось Исторически В нашей Сематике Хотя Это неправильно Когда мы говорим Наверное Хранилище данных То Наверное Подразумеваем Что это в принципе Те Что мы можем Хранить Почему Начинаем с Реликционных баз Долгое время Были только они И считалось Что они покрывают Все наши запросы Почему Стало модно Они не имеют Самые базы данных Кто знает Да Быстрее Работать На каких Много Там где Много Там где Много Там где Структура Можут меняться Там где Много Да Еще Возможно Я Разветвленные 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 А Что значит Разветвленные Возможно Распределенные Отлично Да В общем Это все говорит о том Что Как бы мир Маграммирования развивался, начали действительно возникать задачи, которые тяжело унажились в революционные базы данных. И чаще всего действительно это были задачи, которые так или иначе связаны с задачами производительности. Почему каждые вот эти вот большие продуктовые базы данных чаще всего имеют какие-то новых сипов базы данных? Потому что у них всегда есть жесткие требования по производительности, и более того, у них есть жесткие требования по специфике задач. Это очень важно. То есть, смотрите, если взять обычную революционную базу данных, то мне бы хотелось, чтобы вы думали, что это такой универсальный солдат. То есть, текущие революционные базы данных прошли долгий путь, и скорее всего, любую базу данных, которую вы уже выберете, из большой или пятерки какой-нибудь, она будет решать адекватное время любую задачу из всего спектра задач, которые вы можете придумать. Лучше сказать так. Она будет довольно быстро селектировать данные, довольно быстро инсертировать данные, довольно быстро еще что-нибудь делать. В общей массе. В средненной массе она будет все это делать одинаково, среднехорошо. Но если вам нужно, допустим, только вставлять большой поток данных, просто вставлять, то она, скорее всего, будет хуже справляться, чем NoSQL база, которая специализирована для этой задачи. Такое, допустим, коса. Если вам нужно быстро по ключу доставать данные, то, скорее всего, она тоже будет хуже справляться, там, через мамкаш, там, или еще, через мамкаш. Но все NoSQL база, они тоже жертвуют чем-то. Да, и они там не позволят вам сделать слоруных запросов, скорее всего, да, они, скорее всего, будут заточены под конкретную операцию. Почему я это веду? К тому, что, вот если вы, допустим, каждый из вас придумает какой-то свой проект, то в 80% случаев, если не в 95, я могу гарантировать, что религиционная база данных покроет ваши нужды на следующие несколько лет, пока вы не вырастите до уровня, там, такое, что вы там уже можете поставить с 50-х сайверов, и так далее. И поэтому это такой инструмент в вашем наборе, который должен быть всегда. Это как язык программирования. Да, просто вы должны, как бы, где-то хранить данные и как-то тут доставать. Какая это будет база данных, в принципе, не суть важна. То есть, мне это будет, может, быть, SQL Server, может быть, OEFL, 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 OEFL. Но вы должны хорошо ее узнать, по крайней мере, для решения таких задач. конечно же какие-то особенности она может не справляться чаще всего люди рассказывают что они придумали какую-то базу данных они чаще всего чем-то пожертвовали и что-то будет всегда компромисс то есть не бывает такого что вы где-нибудь там сделали все лучше всех тоже сделали лучше всех только в конкретный период времени на конкретной дистанции чем же отличается революционная база данных вот не революционная система развивалась таким образом что на революционной базе данных ключевым в нее объекты меняется всегда схема вторым ключевым мысль студента должна опережать мысль преподаватель уже довольно и вот с помощью вот этих двух понятий схема плюс язык вся работа включается в роботворительный результат какова главное какое главное отличие языка сиквел от языков типа таких как давай что это значит молодец что это значит просто как бы мне важно чтобы вы понимали что мы не знаем в каком порядке что будет выполняться да ну знаю конструкции да конструкции да что это вот что мы в этом складываем что это вот в какой конструкции или то есть конструкция которую вы должны придерживаться основать на это не чаще всего в любых языках вы должны чего там придерживаться но у меня был план, я бы придерживался ты с самого начала? да, с самого начала ну давай, ты не можешь менять, сделаем встали ну, мы его сильно не занимаемся ну, хорошо, да, он, я бы сказал, более, конечно, сухой да, такой, как бы, он более ограниченный, кажется и кажется, это его недостаток он, да, сиквел он такой, типа, говорит вам молодой человек или девушка или сутруга иди сходи за хлебом или купи хлеб лучше а с другой стороны ты говоришь и в принципе тебе все равно чаще всего, когда обед окажется у тебя на столе ну, только чтобы он был в какое-то время или там, не знаю, такой же вкусный, как я и хотел бы и по большому счету, может быть, все равно когда ты принесешь себе батон, если он будет, допустим, в 20 утра и точно так же в сиквеле мы как бы заявляем, да, декларируем базе данных наших давайте, диртуйте и самый простой запрос да, за что? она сейчас сидит отлично 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 нет 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 донатчик нет еще что давайте будем креативными, ребята ну, come on employees из constraints уникати давайте давайте из фильма pokemon from pokemon и это первая да pokemon нет ну мое да, конечно это не здесь без этих без личных амбиций да не хотелось бы навешивать какие-то ярлыки людям абсолютно точно нет да все что было все все что было делись остается делиться и чин какой-нибудь воя напишем, да еще воя я в покемоны не играл это как бы минус сразу же не нужно знать, что там в покемонах есть что есть? левел отлично левел какие нам покемоны нужны? больше 60 больше 60 что-то мало что мало мало покемонов нет так да, смотрите ну это как бы простейший запрос да, то есть все мы говорим для людей у которых не было курса базы данных я буду объяснять это язык сикл один из его это такой запрос будет работать гарантирую у него он как бы декларирует ребята дай мне покемонов с уровнем больше 60 и в принципе если ты пользователь а в этом случае когда мы пишем этот запрос мы являемся как бы пользователем нашей базы данных нам все равно в какой структуре данных он хранит этих покемонов сколько всего там уровней как он их там достанет мы им просто как бы говорим эй парень дай мне покемонов больше 60 уровня и все и в этом вся сущность всего сиклова да, то есть всего всех баз данных и в этом сложность в этом прелесть и в этом все остальное да, там все что вот здесь внутри и завыто там много чего всего что потом вот это разбирает и делает как это бы выглядело в обычном языке да, мы бы написали то есть ну как бы это у нас должен был быть какой-нибудь там список покемонов хорошо хэштейбл покемонов если тебе нравится у нас был бы хэштейбл покемонов все знают так никто не спросил сколько хэштейбл все знают что такое хэштаблица я на следующий раз спрошу всех чтобы хэштаблица а, сдавая только что я переспрошу поэтому я никому не верю так, да у нас есть хэштейбл этот хэштейбл значит мы вылежим как мы вылежим по всему хэштейблу почему? мы же не можем сделать свой спрошу по хэштейблу ну ладно почему? по всем включаем да по всем включаем и мы бежим по всем ключам в нашей хэштаблице потом достаем этот ключ ищем за сколько? какова сложность поиска в хэштаблице? за единиц что это значит? за единиц ну за единиц а что это значит? за единиц и это значит? быстро быстро значит хорошо да и еще давайте дальше лучше ну то есть ты как бы приходишь да ну и мама тебя спрашивает как дела пригрешут за единиц лучше нельзя что это значит? да да то есть мы не зависим от размера хэштейбла да? ну мы как бы сделали уже for each а for each это какова сложность нашего for each и это что значит? человек вот видите? вот это правильный ответ то есть наше время будет зависеть от количества покемонов правильно? прямо по цене вот то есть пробежали по ключу достали достали покемона и у каждого покемона спросили его в уровень допустим у него есть поле в клейвере да? и всех этих покемонов сложили еще куда-то и отдали если у нас было все это хэштейн если у нас было то есть в реальности мы его только что написали for each как бы да у нас там был хэштейн вот это все приложили то есть он прям по строчке написали здесь такого нет когда я читал книжки про сиквел они называли сиквел языком четвертого уровня это не связано с этим уровнем ну вот эти люди чтобы выкинуться они говорили что вот эти эмпирические языки ну не эмпирические вот структулированные объекты идицированные языки это типа языки третьего уровня я не помню первый и второй уровень честно скажу но помню что стикл это язык четвертого уровня потому что вот и они хотели сделать этим как вот прорыв да что вот не надо писать как делать нужно писать что тебе нужно а как делать это как бы есть люди умнее тебя они разберутся в чем преимущество такого такого подхода простота простота есть что значит хорошо мы с этим разберемся когда мы написали вопрос это не факт это не правильно это какого то образа стандартный интерфейс и как получилось то есть на самом деле у нас есть 15 у них у каждой свой сикл сикл есть стандарт и они в каком то проценте имплемент плюс-минус как с браузерами то есть есть какой то стандарт они как то его выполняют но такие простые работают всегда везде в чем минус гипотетически вручную можно сделать быстрее гипотетически вручную можно сделать быстрее то есть это это правильный ответ к минимуму один из них то есть только нужно сколько 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 так какой то оверлоат произошел мы сейчас пытались выкарабкаться по стеклу наверх в общем это может тормозить это связано как бы минус производительность наверно может быть почему очень много докладов производительность тех или иных баз данных потому что когда выбер берет запрос парсит его делает с ним что-то идет в свою базу данных и что-то наполняет он тормозит почему-то и все пишут а как же сделать его быстрее поэтому возникают все эти книжки про оптимизацию лекций и так далее так это вводная часть про базы данных и про сикл наша цель будет а вот а что влияет на скорость тогда тебе вопрос вот это выполнение на ответ на доске ответ на доске на эту больше всего на скорость и схемы поэтому почему я сказал сначала что нормализация мне не пригодилась потому что чаще всего вы проектируете базу данных или я бы сказал что правильный подход к проектированию базы данных когда вы проектируете ее из задач которые мы выполняем и из тех юзкейсов которые она будет должна выполнять то есть абсолютно нормально если бац данных как диана которая заточена ну грубо говоря ну там братья нарисуем что-нибудь вот у вас есть UI так что такое UI знаете правильно а что такое UX я правильно а что-нибудь еще с U начинающейся знаете а были какие-то UML отлично да а шутка за 300 пошла так да если у вас какой-то UI не важно что это может быть приложение консольное приложение в данном ходе правильно он так делает почему не праве нет ну посмотрите у нас есть UI у нас есть база данных с архитектурной точки зрения стрелочку от UI в базу нет с архитектурной точки зрения чаще всего это неправильно потому что у вас должно быть что-то еще посерединке куда будет UI вам придется да просто включение и это так называемое классическое трехзвенк ее называют да потому что вот грубо говоря у вас в не знаю там в простом любом приложении должно быть три слоя один отвечает за хранение за хранение данных второй там за бизнес логику третий за отображение и дальше неимоверное количество книг информации про то что как это все должно выглядеть так вот вернемся к нашему вопросу смотрите если у нас вот такая вот вот такая вот система и допустим какое главное требование у нас будет к этой базе данных допустим у нас сайт магазина вы пишите магазин какое главное требование к вашей базе данных скорость чего понимаете у вас как бы юз кейс человека предоставление да да хорошо у вас человек пришел у вас какие юз кейсы человек сначала увидел товар да и потом должен их купить да то есть на самом деле это пехия террация с точки зрения базы данных да он сначала должен заселектить да и потом сделать скажите да какой то там какой то там да то есть чего больше селектор больше да то есть большая часть времени ваша база данных работает на то что он просто показывает в обычном магазине или не то чтобы редко-редко но чаще всего не очень часто она делает не все так вот скорее всего такая база данных должна быть оптимизирована на просмотр информации да либо же а может быть не так сделано у вас может быть такая которая будет отсюда ходить да да и еще одна будет оптимизирована для селектора вторая для инсеркта да и не знаю то есть грубо говоря у нас же есть каталог там какой то и есть потом транзакции людей которые покупают в принципе разно то есть на самом деле почему я веду к тому что ваше реальное приложение оно всегда должно триггерить то какую схему вы выберете so схема для отображения данных она скорее всего практически всегда отличается от оптимальной схемы для хранения данных это нужно четко понимать что быстрее такого запроса нельзя ничего сделать быстрее нет фром таблички ну еще не будет работать если Если вы можете вашу задачу свести к такой, когда вы показываете данных, это, скорее всего, будет практически всегда работать вместе. Если вы допишите еще кучу-кучу всего, и потом это работает медленно, то, возможно, надо что-то менять. Так, и теперь, это такой был рикбез про вас данных. И теперь нам нужно, чтобы мы начали двигаться дальше, нам нужно предметную область какую-то выбрать, чтобы мы потом начали с ней работать. Потому что мы будем писать запросы, мы будем какие-то тонкие места пытаться смотреть, еще что мы придумаем, не знаю пока что. Но нам нужно... Я просто в покемонах ничего не знаю. Вот, видите, кто-то еще. Нам нужна какая-то область и, возможно, даже цель нашего проекта, которую мы узнаем все. Сейчас спокойно ориентируется, это не вызывает ни у кого никаких проблем. Именно доменная область. Кто это значит, что это доменная область? Отлично. Обычно доменом называют предметную область. А предметная область, это та область знаний, в котором ваше приложение работает. То есть, если вы работаете с, не знаю, с биологией, с какой-нибудь там атомной соединяющим, какие-то лекарства там что-то делаете, то ваша доменная область, она вот медицин, там все, что с этим связано. А если вы работаете в банке, в сфере кредитов определяете, то у вас доменная область, как бы, она круглая. Из этого там много чего вытекает. Так вот. Я предлагаю, у меня была мысль, использовать фильмы. Но я могу согласиться на любую другую идею получить. Прям бурлит сюда, да? Фильмы норм, да? Так. Тогда нам нужна идея, вот давайте так, смотрите, вот мы сейчас, как бы, вот реально нам нужно заработать миллион рублей. Нет, добрый. Рублей уже не модно просто, реально. Здесь не прокорлимся на миллион рублей уже. Поэтому нам нужен стартап. Знаете, сейчас модно. Нам нужен стартап. Чтобы он там, сколько у нас, через восемь занятий, у нас был миллиард, такой вот. Уже миллиард. А, я сказал миллион? Да. Правильно, мы должны целиться в миллион, но заказчикам, к инвесторам говорить, что надо будет миллиард. Вот. И нам нужна идея, да? О чем будет делать с таким моментом? Хорошо. Давайте, давайте, накидывайте. Ребята, вы так с жизни проживете, если вы не будете придумывать что-то постоянно. Персонализированное телевидение. 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 Четыре человека. Кто смотрел Netflix? И теперь, что такое Netflix? Ты не поднимал голову? Я думаю, те, кто смотрели Netflix. Ты врешь, ты не влачайся. То есть либо ты не поднимаешь руку, когда тебя спрашивают, либо сейчас придумал ответ просто. То есть нужно быть... Я призываю вас. Не нужно, я не могу сказать. Я призываю вас быть откоплен. Да, что? Просто забудрю. Не успел. Я смотрел за его камерой, он там бутылку взял из бутылки. Чем популярен Netflix? Долго расскажу. Там много еще можно посмотреть. И ты смотрел Netflix? Нет. Вот именно. Это ты не можешь оценить. Я студент. Дорог. Хорошо. Хорошо, ладно. Это хороший аргумент. Но они популярны в России. Почему юбиляли в России? Потому что никогда не с нами в сервере. Вы чувствуете, что мы нащупали, мне кажется, только что... Мишу? Все. Нет. Есть Netflix. Ну, допустим, гипотетически. Есть Netflix и он довольно... Ну, мы не можем сделать бесплатно. Нужно миллиарды. Хорошо. Мы сделаем бесплатно, но нам нужен способ модернизации этого бесплатного продукта, чтобы он нам все-таки деньги приносил. Мы можем поработать, конечно, на 8 занятий бесплатно, но потом рекламу. Ну, мы прям открыли мир, да? И прям только что поразил всех инвесторов. Мы сделаем русский Netflix и там будет реклама. Не, мы встроим туда Яндекс Амиго, да? И ICQ. Да? И продадим эту мою игру. Не точно это купят, но вот так работают много стартапов. Да. Ну, давайте. Все, два, два, два сиденья. То есть я могу вообще все что угодно сейчас поднимать. Нет. Какой? Или нельзя. Какой? Давай. Давай их рассмотрим, эти текучки. И... Отлично. Еще. А? Что? HD резко. HD резко? За счет чего они живут с таким островым названием? О, как хорошо. Еще что? Никуда. А? Никуда. Так точно. Если так корни. Что еще? Возможно в моей ладке. Ребята, вы неправильно отвечаете. Должен быть правильный ответ, ребята, сейчас. Я жду правильного ответа. Правильный ответ. Слышите? Правильный ответ. Фаук ТВ. Да. Что такое есть? Нет. Это был неправильный вопрос. Это был неправильный вопрос. Да, есть ОКТВ. И, видите, он здесь не в порядке. Приоритет остается. Но... Довольно странно, что стрелочка смотрит вниз, потому что обычно в начале СИ всегда самый низкий приоритет, СИ. Ты, смотри, ты когда смотришь табличку результатов любого спортивного соревнования, ты смотришь на первую строчку. На стрелочке в первую очередь. А, нет. Так, ну в общем, нет, есть скорее всего какие-то сервисы, да? Они все за счет чего-то живут, но нам нужно... Нам нужно придумать за счет чего мы будем двигать наш сервис. Мы сделаем его доступным политехнику. Сколько политехнику везде? 50 тысяч. Ну, ну вроде ты умеешь. Это правда? Правда? Да. 50 тысяч? Да. Это практически как город. Да. Это со всеми однозначниками? Да. Вместе стоишь вообще, наверное. Я в это не вижу. Ты явно кто-то продал кому-то, что здесь 50 тысяч. А у нас набор на первый курс 5 тысяч. Ну и хорошо. И дальше как математика работает? 5 курсов умножим на 5, получим 25. А, плюс те подаватели, плюс те, кто работают, плюс есть еще колес, плюс есть еще... Получается еще половину, даже если никого нет в часы. Там почти никого. Ладно. Смотрите, ну так, да. Ну, в общем, есть сервисы, действительно, да. Но вот к вопросу, чем популярен Netflix? Там сериалы есть. Они снимают свои фильмы. Они снимают свои фильмы. Правильно, мы с этого начинали, да? С чего начинал Netflix? Узнаем. Черт снимем. Мы с этого сегодня начнем. Так. Ну, в общем, да. На самом деле, Netflix популярен тем, что они декларируют, что после нескольких просмотров любого человека фильмов, они плюс-минус знают кто. Ну, то есть, они знают, что ты безработный студент, учишься на B4. И они берут, соответственно, они оценивают очень много параметров. в мозг в голове реалокацию твою, что ты смотришь, в какое время ты смотришь, как много ты смотришь. Можешь ли ты платить за это, да, и так далее, и так далее. Вот. Вот. И насчет на этом они базируют свою рекомендательную систему. Почему не работают наши, почему не так хорошо работают вот эти наши ребята? Потому что их база фильмов, она как бы просто поменьше, и они ничего не снимают сами, да? То есть, ну... Чем они еще отличаются? Ну, грубо говоря, я пользовался вот этими тремя. По-первых, нет. Это неправильно. Да. И это плюс балл. Да. И там можно покупать каждый фильм, а Netflix — это подписка, и потом мы смотрим все, что будет. И там и сериал. И я смотрю сериал на английском, потому что это единственный вопрос, который ставит меня учить английском. Вот. Соответственно, я бы предложил, чтобы мы сделали систему или построили базу данных, которая лучше всего будет рекомендовать нам те или иные фильмы для просмотра, основываясь, допустим, на информации просмотров, которые у нас есть. Это реальная идея на миллиарды. Надеюсь, должны были быть аплодисменты, но я как бы когда планировал все, я думал, что сейчас будет... Я что-то не так распланировал. Ну, сериал от этого не сделал, да? Нет, миллиарды вообще не так. Но начинать нужно именно с такими целями, потому что если ты начинаешь с целями на тысячу рублей и ничего не больше, можно было не начинать. Больше потратить. Вот. Поэтому, значит, восемь занятий у нас будет на то, чтобы придумать схему, придумать откуда мы будем брать данные, как мы будем брать эти данные, как мы будем писать эти запросы, которые будут выдавать рекомендации, какие рекомендации мы будем строить, на чем они будут основываться и так далее. То есть это все в рамках нашей капитации и в наших силах. Что я буду требовать от вас, да? Во-первых, задача номер раз. Я могу требовать от вас домашние задания, кто их будет делать? Это неправильный ответ. Давайте еще разочек. Я могу требовать от вас выполнения домашних заданий, кто их будет делать? А кто их будет проверять? Я. Все. Все до одного. Да, хорошо. Поэтому я не всегда буду требовать от вас домашних заданий. Но нам нужно так, но все равно нам нужно, я должен убедиться, что каждый из нас будет уметь писать запросы и понимает, как они будут выполняться, да? То есть нам нужно будет научиться реально спрессировать любой запрос. Кто это спросил? Ты не должен оправдываться, был ты молодец. Так вот, я говорю, ты молодец. Я сказал какое-то непонятное слово, которого нет в русском языке. Переял какой-то термин. И требую понимания. Это неправильно. Нам нужно будет понять, как этот запрос будет транслироваться в план выполнения этого запроса в базе. Да, что такое план выполнения? Порядок. Способ. Да. Структура, которую он будет использовать, и так далее, и тому подобное. Нужно будет понять, быстро он будет использоваться, не быстро он будет выполняться. И так далее, и всему подобное. Поэтому, скорее всего, мы будем писать запросы на доске. Мелым. Будем делиться на группы. Будем задавать друг другу запросы. Будем придумывать то, как мы можем продвигать хорошую систему, чтобы она была чем-то лучше, чем ОКОКО. Но она никогда не станет лучше, чем что? Правильно. Правильно. Так. Первая серия. Стервак, деборь. Тема должна быть серой. Да, это правильно. Так, значит, сколько у нас сейчас стоит? У нас есть два варианта сейчас, на самом деле. Вариант первый. Мы его сходимся по домам. Мы устали и сходимся по домам. Вариант второй. Мы начнем генерить доменную область нашу. То есть начнем генерить просто сущности, таблицы, поля и так далее. Наши базы. Теперь вопрос к вам. Какой вариант мы выбираем? Второй. Молодцы. Есть твои товарищи, которых выбрали второй. И это прозвучало громче, чем даже когда я не опросил что-то спросить. Так. Давайте. Давайте сначала вопрос номер один. Откуда мы будем брать информацию про фильмы? С нетфикса норм. Вообще можем тогда ничем и не делать, да? Просто. Просто. Просто, да. Просто. И все. И говорим, это реальная идея на меня. Мы никогда не от нас даем от этих людей. Ну давайте. А? А? АМДБ. 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 Окей. Запишем. АМДБ. Еще откуда-то. Такой. Такой. Хорошо. И на поиске. Так сильно. Обеспечите нам. А? Обеспечите нам связание на вас. Обеспечите нам связание на вас. Ну к вам нет, но у нас всегда есть. Конечно. Ну все. Ну кстати, на самом деле это возможно будет нашим конкурентным преимуществом. Потому что если у нас будет доступ к данным мейлоргрупп, гипотетически, то мы вообще про человека понимаем все. А я как человек, который работает в статистическом отделе, можете сказать, что я про вас знаю все, если мне будет интересно. А вы не зарегистрированы в ВКонтакте? Или в Одноклассниках? В моем мире? В моем мире? В моем мире? В моем мире? Та, еще? Еще. Давайте еще определим места, откуда мы будем брать. А тут у нас.. Личное интервью у создателей фильма. Эксклюзивное. Только... Сами снимем. Не в первый месяц, ребята. Да ладно, вот у нас первое видео. А, первый фильм, да, хорошо. Так, еще откуда? По каштайне у нас идти, хорошо. Ну это к тому же ты не так. Хорошо, твиттер, да, отлично. Да, возьмем обязательно. Твиттер из соцсети. Вот, я ждал этого. Откуда вы все фильмы берете, бедные студенты? У меня информация, вы не хотите брать? Откуда? Откуда. Аж как это? Там же куча все. Что-нибудь еще осталось у нас? Не, ну мы как бы будем стараться с учетовочного труда, потому что мы не подтянем. Реально. У нас не так много людей здесь, кто готов работать руками. Да, мы все готовы работать рукавами. Так, ну допустим, ладно. Этого хватит нам на ближайшее время. Теперь давайте подумаем, а что же мы будем работать. Я буду писать списком сначала. Потом уже определимся, что это такое. Давайте, что мы будем делать. А название нам не нужно? Зачем? Такое просто. Окей, что еще? Название. Отлично, что еще? Сериал или нет. Сериал или нет. А если еще что-то есть? А жанр может быть и у сериалов. Тип может быть краткомитральный, там, форматный сериал. Хорошо. Придумаем. Будем брать тип. На самом деле нам нужно будет его тогда определять. Что еще? Тематика. Тематика. Чем это от жанра получается? Процедай. Хорошо. Чем? Ну я просто... Это скорее анализ описания. А? Скорей текстовый анализ описания. Не, просто объясни, чем жанр от тематики получается. Жанр боевик, там, да? Тематика военная, жанр боевик. Ну ладно, допустим. Знаете, восьмое, как раз, фронт. Мы от без комедии от всего. Хорошо. Я понимаю. Что еще? Обязание. Ревизион. Вообще. Кто искал? Здоровья, да. Ты пошел в дом. Я чувствую, я тебя по голосу узнаю, как бы не вижу, но чувствую, что ты не режиссер, а кто-то еще там сказал, а я не записал. Описание, да, описание. Актер. Там про тип сказали, краткометражный или полнометражный, может еще флинивадим этот фильм. Закатим этот тип жанр. А вот кто-то сказал, что это жанр вообще. Мне кажется, будет мультик про детектив, а может быть и... Будем считать, что это тип. Качество видеозаписи. 3D, не 3D, может быть. Но мы же их не храним. Да. То есть, может быть, это фильм в 3D, а может быть и не в 3D. Какие формы, превью, обложки? Обложка. Страна. А нам это поможет... Ну нет, если мы обложки там кто-то изображен, конечно, нам может это помочь. Но нет. Длительность. Длительность норм. Длительность норм. Потому что есть люди, которые не смотрят фильмы больше, чем 10 минут. Что еще важно? Страна. Страна чего? Страна издания. Страна издания. Отлично. Збор. Збор. Что? Збор? Что еще? Рейтинг написать? Рейтинг. Ну, да, рейтинг. Просто рейтинг. Одним словом рейтинг. Рейтинг. Разные бывают рейтинги. Да? напишу рейтинги еще награды чего и можно потом по трендам твиттера посмотреть что-то Теги — это краткая содержание. Ну, то есть какой-то вид. Что еще? Возрастное ограничение. Красавчик! Это возрастное... Но мы же не можем предложить ребенку шести лет, извините, фильм на смене. Возрастное ограничение. Поэтому это нормально. Возрастное ограничение мне очень нравится. Это позволит нам потом писать сложные запросы. Что еще? Нам нужно, понимаете, пока у нас тут как бы не накапливается... Сиквелы. Сиквелы. Сиквелы, приквелы и так далее. То есть приквелы к фильму. Может быть какая-то серия фильмов. То есть связанные фильмы, получается? Ну, давай, запишем, я понял. Связанные фильмы, но я кого-то перебил. Это будет в тип, да. Но потенциально мы можем... То есть сюда положим все остальные серии. То есть чувак посмотрел первую серию, мы будем с вами сдвигать. Че еще? Нет, а мы как бы ухали? Да мы придумываем. Пока-то просто пишем. Еще мы придумываем. Сейчас все напишем. Награды. Нормально. Нормально. Я на самом деле смотрю фильмы, которые претендовали хотя бы на музыку. Но бывают, конечно, странно. Отзывы. Отзывы... Отлично. Международный ценник. А, извини, извини. Как бы там у нас в конце курса, если 100 баллов, то это максимум. Если у тебя будет 100, то это прям... Отзывы, лицензии еще было. Это на самом деле одно и то же или нет? Нет. Чем это отличается? От изданий. А, то есть от изданий. Ну, то есть тоже от каких-то людей. Но которых мы считаем более хорошими людьми, чем остальные люди. Более авторитетные. Более авторитетные. А что зависит туда? Вот я согласен с этим. Ну ладно. Лицензии, еще что? Награды, он, землетензий, что еще? Наград, премьера... Хорошо, это очень важно. Но чем отличается от этого года выпуск? Зачеркнем код выпуска, напишем дату выпуска. Страны, которые запрещены. Крутой. Запрещенные страны. Запрещенные страны. Еще. Да, да, в принципе это важно. Что-то смотреть эти авторские фильмы, да? На одну камеру сняты, но уже про сборы. Но сборы-то сколько он собрал, а бюджет-то сколько они потратили? Ну, я так понимаю. Качество записи будем считать у них у всех хорошее. Да, продюсер. Ну, допустим. Просто тема режиссера, она не была раскрытой, чтобы согласен. И сейчас я должен продолжать писать что-ли. Сеновистом. Молодец. Мысль твоя прижать. Сеновист. Художник и монтаж. Сеновист. Ну, я напишу там. Да, 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 да. Я вас понял. Вот это самое главное. Но мне понравилась очень музыкальная треки. Если каким-то образом мы поймем, что человеку нравятся какие-то треки, то есть мы из одноклассников вытащим, что, допустим, ему нравится, не знаю, там, рэ, и то, если в фильме есть понуток, то можно будет гарантировать, что ему этот фильм понравился. Они могут использовать наши штука для того, чтобы искать с андрей в фильме. Это большая проблема. Это проблема, когда ты вставляешь ролик в свой YouTube и там музыка. Нет, это проблема, когда у нас статистика портится. Ну, конечно, мы же миллиард. Мы сейчас 500 на этом, 500 на том. Короче, мы можем еще где идти сейчас? Что мы сейчас идти сейчас? Ну, кино. Какие кино сейчас? Кинотеатр? Да, да, да. Не, ну, пфф. Ну, ладно. Ну, это вам утроился усложнить жизнь. Это шутки на афишу, да? Что еще? Ну, мнение друзей. Давайте вычитать от отзывами на всем зрелием. Вменье друзей. Просто у нас будет отзыв. Друг это сказал, или вообще нет? Стату из фильма. Эй, мы это все достанете отсюда, ребятам, да? Слоган, ну норм, да, слоган Давайте так, пару слоганов из фильма Отлично, что еще? Я знаю один, допустим I'll come back I'll be back Я знаю такой Больше не знаю Не густо просто слоганов Кинопоиски есть? Ну ладно Сеансы есть, кстати Сеансы есть? Может выкупим? Это все есть Что еще? Это все? Переводчики Команда озвучки Ну ладно, давайте озвучка важна Давайте озвучку Вообще потенциальный язык должен быть тогда, да? Олигинамо и языки перевода Олигинамо и языки перевода Так, да, ну Ты смотришь И это ноу-хау большинство стартапов Я хочу тебе открыть Все хотят очень быстро Да, тебе нужно продать Нет, на самом деле Мы должны сами понять, что наш ноу-хау А сейчас мы пытаемся понять А что мы вообще Что мы можем использовать Так Можем с одной стороны дойти То есть мы знаем, что нам нужен миллиард Мы знаем, что мы можем написать Теперь мы знаем, что мы можем достать Потом нам нужно будет придумать Как мы можем это использовать Чтобы заработать миллиард Ах, не работали? Может быть Ну еще, еще Просто И это кто же с собой не говорит Так, ну Еще что? Все? Похожий фильм Похожий фильм И это у нас был связанный фильм А это у нас похожий Да, похожий фильм Это так Похожий фильм А мы не будем эти похожие фильмы Как раз это не будет нашим результатом Это То есть похожие фильмы для каждого года Ну, скорее всего Для разных людей Похожие фильмы, наверное, будут другие Но на самом деле Похожесть нужно понимать Что такое похожесть Это вообще там В другую степень Но, пообщем Так А теперь давайте Это все у нас было Свойства фильма, по большому счету Да? Ну, там, где смотрятся А теперь давайте представим Что эти фильмы кто-то смотрит Ну, как Netflix У нас появляется доколуительная информация Число просмотра Число просмотра Число просмотра Стоимость Блин, там Ну, давайте, до сих пор Это, грубо говоря Это, получается Внешние атрибуты, которые можем достать А это наши внутренние, которые мы Как бы сами И не считаем Наши Наши Да Что еще? Какие-то рекомендации Технополисты Нет, рекомендации Глобой Только рекомендации Технополисты Ну, нет В конечном итоге Это будет рекомендация Конечно Но я все-таки хочу Вас привести к мысли Что это человек Смотрит И вот у вас появляется информация Об этом человеке Какая-то Что он вот смотрит Регион Регион Молодец Регион Регион А как ты это поймешь? Потому У нас вот Дорогие фильмы Да Регион Блин Только то Что было Вот только только Или вот Причем сразу И не задумываясь Или три раза Перед этим перепровели И Я не просто так Это Ну как ты понимаешь Это все свойства Которые мы должны Вывести потом Обязать такой запрос Который будет он давать Смотрит ли он обеспеченный Или нет А нам нужны свойства На которых мы это вывесим Вот то, что ты сказал Возраст 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 Как мы это поймем Здесь Но он же зарегистрировались Но он ведет только имя и фамилии Возраст Не У нас же ограничения По возрасту Ладно Хорошо Это Вообще До четырнадцати лет Регистрироваться Так До двенадцати Возраст Нам нужна система Это Нам нужна информация Про каждый фильм Про длительность просмотров Правильно То есть Нужно просто просмотров Вообще Ну число просмотров Это просто Мы его там Высчитаем Из Просмотров Фильма Да Что еще Вот он посмотрел Из региона Да Рейтинг на самом деле Тоже высчитаем Регион Посмотрел Просмотры Время Обязательно Конечно Смотрит он За раз Или Время Это Наверное В просмотрах мы это положим Ну давайте Запишем А то Забудем За раз За раз И Не знаю Или за раз Или за двух раз Ну вот это как раз Именно вот А вообще в принципе Да Но это Ну Правильно Но это А если он там не досмотрел только Фильмы Нет Ну процент Хорошо Ладно Но мы высчитаем Это просмотры Если у нас будет время просмотра И длина фильма То Не полезно Если мы хотим понять Как у нас стоило Склон Ну Ладно Давай Ну мы пишем Не разу Потом На сайте Что случилось Мобильное устройство Смотрел Нет То есть Это Получается Источник Да Тип устройства Ну Ну Один Что еще Все Все Это реально Здесь На 200к Красиво Ну Если мы На посещение Активность 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 какую Последнее 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 Это Можно опять же Просчитать Ну да Будем из просмотра посчитывать Ну не знаю Давайте допишем еще тогда логин Ну то есть Просто сказать Чувак зашел Смотрел Опять ничего на ушел Зашел Немного ничего на ушел Ну да Ну что Что еще Тип 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 Нет Идентификатор Молодец Молодец Ты Молодец Я все время сбиваюсь Александра Ну Не 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 Ну давайте сейчас Сверхну Не Вы Активность Тип На Найважно Вам ответить За что Ну Эти Лаг Этификацию масла Я не знаю Тип Тип Нам нужно На Главная задача Эти Вот у него алгоритм. Такой нибудь. Что еще? Все таки правильно его создаешь. Миллиард. Это простой ответ, но на самом деле нам нужно смотреть. Давай попытаемся сконцентрироваться, что нам нужно человека, когда он зашел, сразу же, быстро предложить, что он может посмотреть. Даже если он залогинился первый раз. Что мы продаем? Мы продаем ему? Нет, кому и что мы продаем? Мы продаем инвестору, человеку. Нет, если мы продаем инвестору, я понял, да? Хорошо, что мы продаем человеку, чтобы инвестор... Ну, скорее всего, мы продаем человеку, ну... Рекомендации? Или мы продаем его сами просмотры? Ну, я не знаю, на самом деле, нашу систему монетизации, которую мы придумаем, но, скорее всего, мы должны продать ему время пропровождения, чтобы он пришел и всегда к нам, как бы, остался. Да. Будем считать, что так. Может быть, история поиска нам же интересует? История поиска? Ну, вообще, если она учитывается историю права. И пусть еще, когда вводят карточку с паролем, мы тоже ее будем сохранять сначала. Пусть в кабинете лично заполнят, и мы потом все вылезем. И мы точно не украдем. Сто процентов. Один господин телефонов. Да, да. Вам нужно миллиардов семь дней. Точно ничего не пропадет. Старая поиска. Окей. Хороших есть. Еще можно конечку, на который посмотрел за школу. Чтобы ему предлагать посмотреть еще раз. А просмотр? А может быть, он выберет смотреть повторно? Да. Ну... Это тоже просмотр? Ну, придумайте, на какие выберете материалы. Не обязательно. Я забываю. Ну, кажется, что это, по крайней мере, большая часть того, что мы могли придумать. Может, мы с книгами связать. Ну, я не знаю, если вы вернулись на предыдущие, чтобы быть слева. Ну, там, с антреки. С антреки были? Это обязательно. С этого начнем. С этого начнем. Конечно. С этого обязательно. Подтянем оттуда две тысячи человек. Всех возьмем. Да. Ну, выключили. Есть всякие другие социальные сети, я понимаю. Нет, да. Да, да, да. То есть, ну, логины напишем там, не знаю. Нам нужно рекомендовать. То есть, это все, вязочку сделаем там. Ну, книги хорошие другие. Книги мне нравятся только, если этот фильм был базирован на книге. Ну, можно сказать, как «Аксандра». Обычно, наверное, прививаются к книгам по книге. Но при этом всегда их смотрят. Ну, неважно, да. Но они приходят, когда выходят, первая часть. И потом приходят на вторую, потому что там вдруг вторая получше. Хотя все равно один, только один фильм есть, который вторая часть лучше делать. Так, книги. Нет. Кто угадает, какая часть второго фильма лучше делать? Нет. Я считаю. Нет. Нет. Ну, по моей цене. Давай. Нет. По моей цене, конечно. Я же не могу сказать за всех. Терминация. Конечно. Терминация. Вторая часть. Единственное, что мне кажется, вторая часть была сегодняшней первой. Так. Все, да? Все? Да. Все? Мы сдались, да? Мы социализацию будем делать. Будем. Все, да. Все, да. А, да. Мы на ходе проектирования обязательно что-нибудь придумаем. И еще придумаем, когда будем на алгоритме писать. Я думаю. Вот. Но реально нам пока еще никто не платит записать. Если им просто непросто платить. У нас есть стоимость. У нас есть стоимость фильма. Да. Но реально у нас нет стоимости пока. Давайте не будем тупить и сразу заберем деньги у пользователя. Кошелек. Нет. Мы так делать не можем. Честно говоря. Мы все не воруем. Мы не воруем. Мы просто возьмем. Просто возьмем. Да, да. Так. Давайте пока на этим остановимся. Для алгоритмов нам хватит. Я думаю, да. Теперь нам нужно всем сфоткать это. Или. Вариант два. Нам нужен общий чат. Есть. Есть. Где? А? И в одноклассниках. В одноклассниках. В одноклассниках? Да нет. Давайте в чат. Здесь в одноклассниках в чат. Давайте в телеграме. В телеграме нет. Нет. Есть. Есть. Патрон. Есть. 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 А кто-то не будет заходить. Без информации. Хоть кто-нибудь там что-нибудь обсуждал в блоге курса? За немножечко. Три комментария. Три комментария. Ну, кто этим не пользуется? А я сейчас пятьдесят человек в однокласснике задащу. Понимаете? А у нас завтра график логинов. Вот. 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 Так что не будет. Здесь нравится. Конечно. Они опытные. Так. Давайте так. У нас есть секретарь. Поэтому. Ничего страшного. Тебе тоже подумали что-нибудь. Значит. Задача минимум. У нас есть группа, который находится в Антанте. Есть группа, но... Вконтакте есть? Вконтакте есть? Да. Кто ее завел? Кто завел группу вконтакте? Все же мы в группе. Да. Это наши товарищи, друзья. Все правильно. Мы никогда не говорим друг другу плохо. И всегда относятся с испанионем. Проблемы друг другу, конечно. Но... Так. Нам нужен, в общем, общий чат. Единственное, что нам нужно, это общий чат в одноклассниках. Кстати, есть этот мессенджер. А может сделать проще? Через почту? Через почту. Через почту нет. Ну, я не буду читать просто. Хорошо, скажем. У всех есть? Работе можно? Нет. Так. В общем, смотрите. Нужно кто-то один споткал-то все. И потом бросил куда-нибудь. Либо мне нужна рассылка тогда ваша емейл. Так вот. Если споткаться и сбросить, то как бы все уже есть. А если у вас тогда что-нибудь добавляют? Видишь? Вот. Видишь, какие сразу проблемы. Одноклассники какие-нибудь. Так. А у вас есть группа емейловская? Ссылка, да? Если вы портите, то сразу нам всем придет. Вот мы все. Тем, кто не отписался. Да. Ну, я еще. Да? Да. Ну, ладно. Я вас все равно пацаны одноклассники беру. За счет не поставлю. Ну, мы начнем с этого. Давай заходим. Одноклассники, где два камня. А-а-а, нет аккаунта. Ну, че? Я думаю, что мы тут все срегистрировали. Одноклассники, потому что там вначале был какой-то конкурс. Все. Вот. Какое благословение. Оказывается, все есть. Все. Хотел сказать, нет. Все. Так, а теперь домашнее задание. Домашнее задание следующее. Выписали атрибуты? Своим отличным почерком на доску. К следующему занятию через неделю. Нужна схема базы данных. Окей. Это понятно всем? Она будет общей или, конечно, своя? А как их студенты работают? Все вместе. Я не знаю, почему не работают. Смотрите, там у нас схема, но я лично пойму, если у нас будет одна схема на губах. Но лучше, чтобы у нас было много схем на уроку. Поэтому, смотрите, ситуация такая. Как живет программист? Вот реально. Как? Чего? Вот почему вы все, не знаю, пришли сюда на курс? Почему вы здесь? Все сюда пришли. Тут даже есть. Честный. 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 Просто вечером сидеть и слушать какого-то человека, которого ты первый раз видишь. Это прикольно? Да, конечно. А потом уже не первый. Теперь вы, по-моему, согласен. До встречи, наверное, на зачете, да? Ну, давайте, давайте, давайте. Самосовершенствование. Самосовершенствование. Отлично. Мог сходить на йогу? Самосовершенствование? Да, йога, крутая штука, реально. Профуглость именно. Профуглость именно. Профуглость для чего? Мы хотим сразу стартануть быстрее. миллиар за 8 занятий. Нормально. Ну, давайте, давайте, почеснуйте. Хочется чему-то научиться, да? Наверное. Наверное послушать тех людей, которые, кажется, что знают больше вас. Наверное. И могут рассказать что-то интересное. Дай бог, чтоб они рассказывали, это интересно. это вообще будет тогда очень хорошо но на самом деле он очень хочу сказать что комисс отличается сейчас от всех других специальностей россии тем что они могут вообще нормально жить нормально заработать но это еще не самое главное у каждого из вас есть возможность сделать свое своими силами нет кому не зависит нет государства там ничего и сделать так чтобы и так далее и теперь вопрос а что для этого нужно делать программисту когда он учится что нужно делать на месте что вообще правильно это правильный ответ нужно постоянно программировать это единственный на самом деле нужно но чтобы программировать вас должно быть какая-то идея какая-то цель и может быть она будет абсолютно неправильный и левантный такой взлетать если вы будете писать и разбираться с проблемами то это реальный ваш толчок для развития без этого слушает только кто-то как что-то говорите скорее всего вы не взлетите на работу будете работать там возможно кто-то из хорошей компании кто-то самая хорошая компания я не могу назвать ни одной другой среды в которой люди могут 22 лет обеспечивать себя сами и и 25 лет уже вообще хорошо я не могу назвать ни одной такой области или компания компаний у нас много и не только JetBrains да есть много и можно не знаю вы можете переехать в другую страну там не знаю у нас с чем вы сами хотите у вас может быть хобби у вас может быть все что угодно но я не знаю что вам нужно сейчас это программирует вот поэтому правильным подходом это было бы то чтобы какая-то была у вас идея своя любая любая вы старались может быть мобильные приложение мы с вами будем на этом примере пытаться понять как можно жить с базами данных потому что вообще это один из ключевых курсов я так считаю я наверно закончил если у вас вопрос на сегодня есть вопрос мы будем учиться конечно мы будем строить схему и обсудать варианты схемы и что в эту схему входит и какими способами мы можем ту или иную задачку решить как нужно построить схему в каком виде какое представление давайте так про представление есть нотации но мое мнение о них такое что они все разбиваются а то что потом их там не помнит что они там в стрелочке ну плюс минус диаграмму класса все знают но вот ERP там всякие уже практически никто не знает и все программисты они рисуют просто бумажки друг другу и если эта нотация понятна другому человеку она нормальная нотация если она не понятна она как бы ненормальная все то есть она должна быть в таком форме в которой я и твой товарищ друг должен ее понять то есть не должен, а может ее понять все этого достаточно ну тогда спасибо вам за то что пришли посмотрим сколько будет второй раз и до скорых встреч спасибо 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 спасибо